Если бы вы стали городоначальником, что бы в первую очередь сделали? Как вы считаете, что самое важное? Самое важное, я предоставил молодежи работу. Потому что молодежь у нас бедная. К чему уезжает? Ведь работы в городе не найти. В первую очередь, ну, наверное, переименовал бы, наверное, Ульяновск, Абратск, Симбирск. Почему? Ну, потому что, мне кажется, город должен иметь все-таки более историческое название, а не то, которое ему дали большевики. Ну, недостаточно чисто у нас в городе. Так, у нас еще, помимо этого, у нас в городе нет заработных плат хороших. То есть вот это вот. Детские сады у нас еще не совсем благоустроенные. Дороги плохие. Наверное, обозаботилась с общественным транспортом. А что не так с общественным транспортом? Ну, вот эти вот газели маленькие, вместо которых давно пора автобус пустить. Потом немножко помочь трамваю. Трамваем тоже народ пользуется охотно, но он в тяжелом состоянии. По-моему, вот это. Дороги. А что с дороги? Все плохие. Чуть-чуть подальше от центра, и дороги все плохие. Обслуживание. Культура обслуживания. Хорошо. А второе? А второе? ЖКХ проблематично и очень. И ваша борьба за справедливость и честность. В первую очередь город нас изуродовала приватизация. Когда стояли красивые дома, а потом поставили хозяева, значит, владельцы теперь квартир, поставили самодельные, ужасные по виду, ну, решетки или окна там на балконах. И город потерял лицо. Мне лично, вот кажется, у нас с транспортом не совсем все хорошо. А что никак с транспортом? Ну, как бы транспорта меньше, чем у нас есть людей. То есть, как-то вот так. Людей достаточно много, попросту не хватает, особенно в час пика. И вечером тоже очень трудно уехать. А что вы говорите? Разве от мэра что-то зависит в нашей стране? Так, что все неплохо. Ну, дороги строятся, ремонтируются, озеленяются. Вроде чистота и порядок на дорогах. А что бы хотелось? Ну, чтобы зарплата была соответствующей, достойной. Потому что зарплата очень низкая. Я считаю, что, наверное, больше внимания благоустройства уделял бы. Особенно не центра города, а самых его окраин, в том числе и частного сектора. Ну, и по дорогам еще очень-очень много работы. И дворы.